Доброе утро, друзья! Хорошего вам настроения, хорошего самочувствия. Погода пасмурная, но зато не очень холодно пока что. Желаю вам не терять бодрости духа, наоборот, её наращивать. Подписывайтесь и следите за последними новостями в Телеграме. На канале не аудио статьи я возобновляю вещания короткими роликами, по 5-7 минут. Надеюсь на вашу поддержку, на лайки, на репосты. Сегодня тема такая. Венгрия угрожает заблокировать продление некоторых введённых Евросоюзом против России ограничений, если из санкционных списков не будут исключены миллиардеры, а лишь Арусманов, Пётр Авен, Виктор Рашников. Об этом пишет англоязычная служба Радио Свобода со ссылкой на источники. Прошло полтора дня. Издание «Политика» сообщает, что представители Венгрии отозвали своё требование к Евросоюзу снять санкции с олигархов. На этом настояла Чехия, председательствующая в Евросоюзе. Фантастика! Российские, ну как российские, Алишер Бурхан Чусманов очень обижается, если его назвать российским олигархом. Он несколько лет делал упор и ставку на то, чтобы его начали называть международным бизнесменом. Серьёзная величина, который с Россией не связан. Он может быть связан с Узбекистаном, с какой-нибудь Турцией, с Великобританией, с какими-нибудь, может быть, африканскими странами, азиатскими, но никак не России, нет. И путинский режим, и единая Россия, ну никак не связаны с Алишером Бурхановичем. И теперь эти люди, эти олигархи, смогли договориться, чтобы Венгрия за них вписалась. Ну естественно, это такое дело сомнительное, репутационно очень небезопасное. И как только запахло жареным, как только Чехия потребовала прекратить эту вакханалию, все вопросы отозваны. Ребята, работаем дальше. Санкции против Рашникова, Усманова и Авина будут введены, как и предполагалось. Сколько денег расходуется на попытку снять с себя санкции? Сколько сил, средств? Эти бы все ресурсы да в мирное русло, на благо народа, общества, человечества. Нет, нет. Только за свою шкуру готовы как-то бороться, трепыхаться. Ради принесения каких-то реальных эффектов для общественного развития, работать не готовы. Фридман предлагает Украине 1 миллиард долларов. Еще раз, порядок цифр. 1 миллиард долларов по нынешнему курсу это где-то 60 миллиардов рублей. Напоминаю, что бюджет среднего российского города, типа Рязань, Владимир, Кострома, Калуга, это порядка 7-10 миллиардов рублей. У городков поменьше, там может быть 5 даже миллиардов хватит. То есть 6 лет какая-нибудь Рязань может жить и вообще не обращать внимания на налоги за эти деньги. 1 миллиард баксов в обмен на отмену санкций против него готов перевести эту сумму в украинский банк. Альфа-банк Украина, который 12 августа было решено переименовать в Сенс-банк. Своим предложением российский бизнесмен рассчитывает убедить власти Великобритании снять с него санкции. Об этом сообщает не какая-нибудь российская газета, об этом пишет Wall Street Journal. Вот это тоже интересный момент. Большие деньги, как известно, любят тишину. И наши олигархи многие годы, ну не сказать, чтобы вели свои дела секретно, но вели свои дела в тиши. И всяким антикоррупционным расследователям приходилось сопоставлять разные косвенные данные. Кому какая компания принадлежит, какие сделки они между собой позаключали, кому это может быть выгодно. Какая у кого появилась новая собственность виллы, яхты, самолеты. А тут только сделают шаг. Какие-то, я уверен, конфиденциальные предложения Зеленскому, властям Великобритании. Об этом тут же все начинают рассказывать. Причем мировые, западные издания. Какой-нибудь московский комсомолец читают, конечно же, в России. На Западе его не читают. Информации из Wall Street Journal расходятся и в Америке, и в Европе, и в Китае его будут читать, и в России его читают. Это выглядит, как будто российские олигархи стали посмешищем. Такие клоуны. Зверьки в зоопарке, за которыми наблюдают. Ой, смотрите, как рыпается, смотрите, что это с ним. Что это, как он себя ведет. Ой, миллиардик предложил. Ой, молодец какой. Ну мы, конечно же, навстречу ему не пойдем. Наши олигархи уже попались. Деньги заморожены. Какой смысл возвращать этим олигархам хоть что-нибудь? Я уверен, что они отдадут абсолютно все до нитки. Часть олигархов будут использовать для попытки повлиять на Россию. Ну вот, как Ходорковский организовал же работу медийную. Множество блогеров, либерально настроенных, находятся на прикорме у Ходорковского. Это очень интересный момент. То есть фактически Ходорковский... Ну, когда мы говорим про олигарха, это человек, который сидит где-нибудь в роскошном особняке или там, не знаю, катается на шикарном курорте на лыжах, рыбачит со своей яхты, ведет красивую жизнь. Его окружают молодые эскортницы и все такое. И он просто отдает приказы. Так, я хочу, чтобы обо мне написали побольше каких-то хороших статей, что я настоящий предприниматель, такой вообще современный, перспективный, конструктивный тралливали. У Ходорковского другая ситуация. Он фактически стал директором собственной медиа-сети. Он впахивает за право жить в Европе, за право распоряжаться какими-то деньгами в надежде, что Европейский суд подарит Ходорковскому еще миллиарды долларов. Вы помните, там был суд, что типа дело против Ходорковского было неправильное, и не могли у него ЮКОС конфисковывать. Ходорковский стал наемным. Фактически, он наемный менеджер. Мало того, что он ведет свои каналы, ну понятно, у него множество помощников, он еще и управляет целой сетью. Там же реально, там десятки, если не сотни, сотрудничающих с Ходорковским медиа-единиц, где-то работает там один блогер, где-то целая команда тоже работает, и всем этим должен руководить Ходорковский. Вот он, раб на галерах. И вот наши олигархи, они вот сейчас в таком же, в таком же очень интересном положении оказались. Они-то думают, что мы вопросы все порешаем, сейчас, короче. А над ними же откровенно глумятся и ржут. Естественно, если информация о каких-то деньгах вылилась в прессу, теперь об этой сделке можно забыть. Сейчас, когда Запад утверждает, что противостояние с Россией, с путинскими олигархами, это вопрос чести, мы затянем пояса, но мы не бросим Украину за какой-то вшивый миллиард баксов, с путинских олигархов будут снимать обвинения? Да первый, кто это предложит, будет заклеймлен западным общественным мнением на раз-два. Надо понимать, что западный олигархат, западный управляющий класс, элитка, несколько отличается от нашего. В нем еще больше разнородных элитных кланчиков и группировок. Всегда есть конкуренты, часто они институционализированы, официально оформлены, как теневое правительство. И всегда есть другие кандидаты. Например, вот у нас есть Набиулина. Кто может стать главой Центробанка вместо Набиулиной? Называются какие-то кандидаты. Там Глазьев, Делягин, Катасонов. То есть есть какие-то люди, которые могли бы в теории, вот могли бы занять на Западе на каждую должность очень большая конкуренция. И как только чехи, венгры, французы, американцы вот чуть-чуть оступятся, короче говоря, конкуренция запрещает делать необдуманные шаги. И если Wall Street Journal написал, что российские олигархи пытаются откупиться, это гарантия того, что у них ничего не получится. Они так ползут на коленях, а над ними ржут. Слушайте, вот меня очень интересует, наши олигархи вообще, они поняли, что происходит с ними? Реально, олигархи на коленях. Не физически, но ментально. А какой вывод? Да вывод очень простой. Нечего предавать свои страны. Развивайте свой Узбекистан, Россию, Казахстан, Украину. Если бы вы здесь у нас строили коттеджные поселки, курорты, качественные медицинские центры и образовательные учреждения. Вот есть один из лучших вузов в Америке, Стэнфордский университет. Какая у него история? Однажды семейная пара пришла к ректору, по-моему, Ельского университета. Или Гарварда, или Еля, одного из топовых американских вузов. Это было 150 лет назад. Пришли и говорят, вот знаете, мы потеряли единственного любимого сына. его, кажется, как раз и звали Стэнли. И хотим, чтобы новый факультет назывался построить факультет для вас. И мы хотим, чтобы этот факультет получил название в честь нашего сына, как бы увековечить его память. Декан этот, ректор над ними расхохотался, говорит, да вы знаете, сколько это стоит. Это же стоит полмиллиона долларов один такой факультет построить. Ну, это, в общем, раньше деньги были совершенно другие. Сумма была названа внушительная. Просто ректор не знал, что перед ним сидят одни из богатейших людей Америки. Просто они одевались скромно, жили довольно скромно, а после смерти единственного любимого сына стали еще скромнее. Они спросили только одно, так мало, тогда мы построим целый университет. И просто одна семья построила университет и назвала не факультет, а университет в честь своего сына, Стэнфордский университет. И где в России хоть что-то подобное 30 лет прошло, вы все разворовали, твари, мрази, нет других слов. Над вами глумится весь мир, вас собирают до нитки, это только начало, дальше будет еще веселее. Дорогие друзья, что думаете, пишите в комментариях, ставьте лайки, делайте репосты, обнимаю. Вместе победим, всех вам благ. Подписывайтесь на нас, на аудио статьи, на Павел Иванов, на не аудио статьи, подписывайтесь в Телеграме, подписывайтесь на сервис Бусти. До встречи!